Это программа День с толком. В студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит. И вот некоторые темы этого выпуска. Если завтра в поход, правда ли, что частичная мобилизация коснулась и алтайских медиков? 90 случаев за неполный год. Наш край на шестом месте среди регионов по числу дач и взяток. В статусе дополнительного можно ли освободить школьника от роков музыки, изои или физкультуры, если он углубленно занимается в секции? В России теперь 89 субъектов. Такими словами, закончилось сегодня заседание Совета Федерации. На котором сенаторы единогласно проголосовали за присоединение к России четырех территорий – ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Как это было, что прописывают документы и как комментируют события алтайские политологи – в сюжете далее. Последний фильтр для президентского решения. Совет Федерации сегодня единогласно принял пополнение России четырьмя территориями. У нас теперь 89 субъектов. Донецкая и Луганская республики, Запорожская и Херсонская области начинают переход на пророссийские рельсы. Вот что об этом говорит алтайский политолог Константин Лукин. В течение 10 дней после подписания президент Российской Федерации назначит туда исполняющих обязанности губернаторами. В дальнейшем территория ЛНР, ДНР, которые полностью приняты, они будут готовиться к созданию представительных органов власти на уровне муниципалитетов. И, соответственно, голосование будет проходить в единый день в ЕДГ 23-го года. Муниципальные выборы следующей осенью ждут и области. Более длительный переходный период будет действовать для судебной системы. До конца 23-го года в Запорожье и Херсоне еще можно будет совершать какие-то операции в гривнах. Но главной валютой уже становится рубль. А вот к языку будут относиться бережно. У областей не бывает государственного языка. С учетом положения международного договора, заключенного с Запорожской областью, всем народам, проживающим на ее территории, гарантируется право на сохранение родного языка, создание условий для его изучения и развития. Национальная культура и национальные языки будут сохраняться в тех же пропорциях и традициях, как это есть на территории Российской Федерации, например, в республике Алтай. Там существует алтайский язык, отдельные школы, отдельные какие-то программы и, соответственно, все культурные мероприятия по сохранению языка. В данном случае не будет двух государственных. Будет один государственный русский, а украинский перейдет в статус языка, который надо сохранять как язык национальной культуры. По словам местного эксперта, сейчас сложно прогнозировать дальнейший сценарий развития ситуации. Но пока расширение России, по его мнению, не несет предпосылок к усугублению боевых действий. Ни с нашей, ни с украинской стороны. Анастасия Драган, Дмитрий Денисов. День с толком. Уроженец Алтайского края назначен командующим западным военным округом. Генерал-лейтенанта Романа Бердникова назначили на место, снятого с должности Александра Журавлева. Об этом сообщают федеральные СМИ. Родился Бердников в Камнинаобиему 48 лет. В свое время окончил Киевское Суворовское училище, а службу начал в 1995 году в Новосибирске. Добавим, что в прошлом году Роман Бердников командовал группировкой войск в Сирии. Частичная мобилизация коснулась и алтайских медиков. Об этом сообщают наши коллеги по холдингу «Банк Факс» со ссылкой на Народный фронт. Известно, что в отношении медработников действуют те же основания для отсрочки, как и для всех жителей страны. В Народном фронте утверждают, что мобилизованные медики в регионе действительно есть. Пока в штаб не поступало обращение об ошибочном призыве. Напомним, Народный фронт оказывает помощь гражданам, которые считают, что их призвали ошибочно. Также добавим, что сейчас на федеральном уровне прорабатывается вопрос о бронировании сельских врачей и учителей. Наша редакция обратилась в Минздрав и в военный комиссариат края, однако получить каких-либо комментариев не удалось. В больнице скорой медицинской помощи заработал новый аппарат КТ. Он заменил оборудование, которое служило больше 18 лет. Новое куплено на федеральные средства из резервного фонда, выделенные краю на борьбу с ковидом. Аппарат пришел в Россию еще в феврале. Сейчас заказ такой техники обошелся бы гораздо дороже. Благодаря новому оборудованию можно не просто быстро обследовать тяжелых пациентов, но и спасать их жизни. Подробнее далее. Чтобы новый аппарат КТ мог начать работу, в специально спроектированном помещении больницы сделали капитальный ремонт, уложили новое бетонное основание. Сейчас в медицинском учреждении два аппарата. На первом этаже для экстренных пациентов, ему уже 8 лет. Новый для плановых, причем абсолютно разных отделений – хирургии, гинекологии, кардиологии. Всем пациентам проводятся обследования по показаниям. Но так как преимущественно у нас травматологический профиль отделений, большинство отделений травматологического профиля, то и большинство, конечно, у нас пациенты с тяжелой сочетанной травмой, пациенты с черепно-мозговой травмой, нейрохирургического отделения. На новом томографе, в отличие от того, который прослужил врачам 18 лет, обследование длится гораздо быстрее. Он безопаснее, да и картинка, которую видит врач на мониторе, более качественная. Новый – 64-срезовый, отслуживший – 16-ти. Специалисты говорят, этим все сказано. 10 секунд и отдельная область организма полностью исследована. Еще полчаса и врач поставил диагноз. Это снимки больного, который после встречи с быком поступил в тяжелом состоянии. И без КТ исследования мог и не выжить. Поэтому томографию провели оперативно. Это позволило нам диагностировать множественный перелом ребер, грудины, определить фокус нестабильности грудной клетки, выполнить устьеосинтез грудины, что позволило пациенту снять с искусственной вентиляции легких, соответственно, профилактировать развитие инфекций, внутрибольничных инфекций, пневмоний, уменьшить реанимационный период. Мужчина по-прежнему в тяжелом состоянии, но жизнь ему спасли. Кстати, новый томограф в больнице скорой помощи начали использовать для обследования пациентов в сентябре. Сейчас он работает на полную мощность. Вот смотрите, вчера, в общем-то, такой спокойный день был. У нас было произведено 64 КТ исследования. Из них 40 были произведены на этом аппарате. По словам главного врача, в больнице еще остается оборудование, требующее замены. С удовольствием бы поменяли и тот КТ-аппарат, который служит учреждению с 2014 года. Он уже неоднократно ломался. Но это возможно лишь при условии попадания в какую-нибудь федеральную программу. Татьяна Голубева, Александр Антропов. День с толком. Алтайский край занял шестое место среди регионов страны по числу дач и взяток. Такой рейтинг опубликован на сайте Генпрокуратуры РФ. В него попали 16 субъектов. Статистика основана на данных с января по август. Абсолютным лидером по числу дач и взятки признан Татарстан. Там зарегистрирован 261 случай. На 36 таких преступлений меньше выявили в Москве. Далее следует Московская и Волгоградская область. В топ-10 попал Алтайский край. 90 случаев дачи взятки за 8 месяцев. Как итог, шестое место в стране. Замыкает рейтинг Свердловская область. А вот в Адыгее, Хакасии, Карачаево-Черкесии за этот период, сообщается, не выявили ни одного подобного преступления. Больше 600 сирот в Алтайском крае обзавелись собственным жильем в этом году. Это почти на 100 человек больше, чем в 2021-м. Некоторые счастливчики получили сразу квартиры, но большей части власти вручили жилищный сертификат. На сегодня предоставлено жилых помещений детям-сиротам, в натуре жилые помещения по спецнайму 250 жилых помещений. И из 511 выданных жилищных сертификатов 352 гражданина приобрели жилье. По словам министра, с жилыми помещениями сирот обеспечивали за федеральные деньги. На эти цели ушло больше 300 миллионов рублей. Для предоставления жилищных сертификатов дополнительные средства были выделены из краевого бюджета. Иван Гелев подчеркнул, что число сирот с квартирами до конца этого года может увеличиться. Сейчас региональный Минстрой занимается оформлением еще 70 помещений и ведет работу с сотней жилищных сертификатов. Можно ли освободить школьника от уроков музыки, изои или физкультуры, если ребенок углубленно занимается рисованием, ходит на спортивную секцию или в музыкальную школу? В нашу редакцию обратилась жительница Барнаула, которая столкнулась с недопониманием со стороны школы. Подробнее расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Тимур занимается музыкой с самого детства, уже почти 7 лет. Сначала уроки в музыкальной школе, сальфеджио, аккордеон, пианино, потом еще занятия дома. Всего на дополнительное образование у подростка уходит 21 час в неделю. Можно ли вообще при такой нагрузке сказать, что занятия музыкой в обычной школе приносят какие-то плоды для юного музыканта? Я ничего нового не узнал из программы школы на уроках музыки. А вот в музыкальной школе я прошел это в первом классе все. Мама Тимура Наталья еще в 20-м году узнала, что в свет вышел приказ Министерства образования и Министерства просвещения. Этот документ дает право засчитывать в основном, общем образовании, оценки по дополнительному образованию. Если ребенок углубленно занимается музыкой, спортом, изо, поэтому еще два года назад Наталья обратилась в школу с просьбой освободить ребенка от занятия музыкой, но в учреждении отказали. Мы перешли в другую школу через год, это в 21-м году. Я опять же обратилась, как можно зачесть. Опять мне просто сказали, что нет, никакой мотивировки ничего не было. И в этом году я опять же обратилась, говорю, ну как же, мы получили диплом, ребенок продолжает заниматься, ну нет, мы не будем зачитывать, и все. Как нам пояснили в Краевом Министерстве образования, все эти предметы – музыка, изофис, культура – могут быть зачтены только в том случае, если пройденный материал соответствует темам уроков образовательной программы. На сегодняшний день в специализированных школах организации дополнительного образования, где изучаются предметы по специальным программам музыки, темы не совпадают. Поэтому заучесть в общеобразовательной организации оценки, получаемой в учреждениях дополнительного образования, невозможно. Один урок в неделю, может быть, если он будет первым, он бы даже поспал. Если он в середине, он мог бы просто поесть и передохнуть, не сидеть в помещении и не слушать 30 человек в классе. Это просто гул, балаган, да. Просто выйти на улицу и подышать воздухом в среде учебного дня. Но, похоже, одаренным детям, которые действительно тратят большую часть времени на музыку, спорт, участвуют в конкурсах, сегодня приходится, что называется, протирать штаны на уроках, на которые нужно ходить только для галочки. На верхах готовы повышать статус дополнительного образования, а вот на местах, похоже, нет. Ирина Корчагина, Александр Антропов, День с толком. А вот родители учеников 136-й Барнаульской школы уже несколько месяцев не могут добиться благоустроенного, безопасного входа в образовательные учреждения. Чиновники остаются непреклонными, не выделяют средства на новый тротуар. Почему? И можно ли найти выход из проблемной ситуации, узнавала Валентина Аскерова. У нас женщина писала с 31-го дома, что ребенка действительно на ее глазах чуть здесь не задавили. Просто действительно машина его не видит, он шел сзади и чуть не произошел наезд. Но, слава богу, все обошлось. Главный вход в 136-ю школу. Опасное место. Рядом супермаркет. Подъезжают грузовики, разгружают продукты. А в это время тут же идут на учебу школьники. Образовательное учреждение сдали три года назад. Но родители не понимают, кто дал социальному объекту зеленый свет. Разводят руками и юристы. То, что мы видим сейчас, это вообще недопустимо. Потому что это в первую очередь безопасность детей. Если на случай возникновения пожара видится, что и пожарные машины с трудом могут проехать, с учетом стесненных условий, которые там есть. Спустя некоторое время руководство школы повесило на центральные ворота замок. Дети так и продолжают ходить. Тем более, сейчас не все знают, что здесь вход закрыт. Они в итоге идут сюда, смотрят, что вход закрыт, разворачиваются и ищут другие входы в школу. Один из ближайших безопасных, но пока неблагоустроенных входов лежит через газон. Представляете, это просто участок земли, который газон. Здесь газон выращивали, поливали две недели, я из окна смотрел. И сейчас начнутся дожди, здесь будет грязь по щиколотку. Зимой, естественно, тут никто не чистит, потому что здесь газон, смысл чистить. А дети ходят все равно здесь. Грязные, холодные, мокрые, неважно. Дети проходят здесь, потому что здесь короткий путь в школу. Просят родителей, чтобы вот здесь сделали тротуар, чтобы дети, как вы думаете, целесообразно здесь как-то благоустроили? Конечно, дорожку сделать и там вот этот кусочек прямо заасфальтировать. Конечно, хочется, чтобы все облагородили. И участок земли, и непосредственно сам вход в школу неблагоустроенный. Но по многочисленным просьбам родителей вход засыпали щебнем. Правда, выглядит это все как полумера, а полноценный тротуар администрация города не обещает. Мол, иначе это будет не целевое использование денежных средств. Участок принадлежит не школе, а многоквартирному дому. Для того, чтобы его установить, необходимо согласие всех собственников этого дома. О том, чтобы возможно было организовать там проход-проезд. Если в добровольном порядке они откажутся, то сервитут устанавливается в судебном порядке. Но в судебном порядке будут рассматриваться и иные варианты. Иными словами, жильцы дома на Балтийской 104 на общем собрании большинством голосов должны проголосовать за благоустройство и определить источники его финансирования. Либо скидываться самим, либо настаивать на том, чтобы комитет по образованию города все же выделил деньги на комфорт, от которого в конечном счете зависит и детская безопасность. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. К другим темам. В Барнауле стартовал экологический месячник. В октябре граждан ждут на многочисленных субботников в наиболее засоренных точках краевой столицы. Одна из первых эко-акций уже состоялась. Она прошла вокруг озера на улице Гущина. По одному здесь не вывести. Безымянное озеро на улице Гущина прогремело весной этого года. О его состоянии многие говорили, как о санитарной катастрофе. Тогда вычищать завалы взялись жители окрестных районов. Позже к ним подключились и власти. Это очень излюбленное место отдыха наших горожан. К сожалению, не все граждане у нас еще сознательные. После своего места пребывания они здесь оставляют мусор. Сколько мусора уже отсюда только в этом году вывезли? Наверное, больше пяти камазов. Здесь больше пятидесяти волонтеров. Представители ОНФ, студенты-строители и будущие медики. Я в основном озером занимался. Тут по округе еще бутылки были, пакеты. А вообще в субботниках часто принимаете участие? Нет. То есть это первый раз буквально? Да. Вы представляли или добровольно? Добровольно. Ну как там, математика была. Это уже десятая экологическая акция по расчистке берегов озера. Неравнодушные жители, в том числе волонтеры, вооружившись мешками, перчатками и инструментами, собирают мешки мусора. В его поисках сильно стараться не приходится. Шины, покрышки, поддоны, бутылки. Вот это, по-моему, неожиданно. Обычно все привыкли к пакетикам, там, не знаю, к лафанам. А так шины. Не знаю, откуда они здесь. Как сюда может машина проехать? Ну тяжелые, да? Да, тяжелые. А что вы чувствуете, когда нужно убирать за кем-то? Свинья. По итогам экоакции собрали 150 мешков мусора. Их вывезли на городской полигон ТБО. Участники субботника надеются, что хотя бы на этот раз берега водоема простоят чистыми дольше, чем после прошлых расчисток. Но при необходимости, говорят представители мэрии, субботник до снега можно организовать еще раз. В целом же в октябре в Барнауле планируют провести 110 экологических акций. Самые крупные из них на берегу Аби за новым мостом, на аллее по улице Смирнова и в березовой роще на Солнечной поляне. К одному из самых ярких спортивных событий за последнее время. 20 спортсменов из пяти стран объединил международный турнир OpenFC. Во второй раз в краевой столице прошло подобное состязание по смешанным единоборствам, чем закончился главный бой вечера. Тему продолжит Дмитрий Дроздов. Это обычная процедура перед входом в октагон, чтобы сделать шаг в клетку. Бойцы готовятся месяцами. И международная лига OpenFC дарит спортсменам этот шанс. Так, на турнире в Барнауле выступили сразу пять бойцов из краевой столицы. Победную серию начал Кирилл Зимановский. Подхватил ее Руслан Габараев, который в первом же раунде уложил бойца из Новосибирска. А вот любимцу публики Николая Нестерову выпал сложный бой. Но, увы, победа досталась сопернику. И, в принципе, вот как раз тренерских подсказок не хватило. Ну и парень реально неуступчивый. 50 на 50 – это реально крутой оппонент был. Но это бывает жизненный опыт. На этом выступления барнаульцев не закончились. За краевую столицу в октагон вышел выяснять отношения Гусейн Халиков. Бой шел на равных, но подготовка не подвела. Файтер заранее изучал соперника, его технику боя и в итоге отправил оппонента в нокаут своим любимым ударом. Я базовый каратист, каратэ Кягушенко. Самый сильный вид спорта в каратэ. Это прямой удар. Мои гири в голову получается. Я в декспо работал, бью эти удары. Я готов. Я сейчас неделю-две отдохну к семье, слетаю. И в процессе, в принципе. Я хочу драться. Я бы не сказал, что я зарабатываю. Я люблю это дело. Это дело нравится и гостям Манежа. Одна из причин, по которой бои перенесли сюда, здесь теплее, нежели в ледовой арене, где проходил первый турнир. Впрочем, многие зрители и тут были в куртках. Но, несмотря на неидеальные условия, Международная Лига считает, что турнир может и вновь проходить именно в Барнауле. Однозначно, у нас в планах как минимум один турнир в год Лиги OpenFC в Барнауле. Но в этом году мы уже провели два. Поэтому, я думаю, что в следующем году однозначно мы сюда вернемся. Главный бой вечера. Поединок за поезд чемпиона в полусреднем весе. Россиянин Данила Приказа против неуступчивого бразильца Жона Собоэна. Файтер забирался до Барнаула 36 часов, чтобы улететь в нокаут за 26 секунд первого раунда. Поезд чемпиона Лиги остается в России. Данила Приказа посвятил победу своей маме, у которой на днях было день рождения. Да, были мысли в голове. Держал информацию о том, что мама вчера какие-то словами сказала. Поэтому хотела работать жестко, особо без разведки, чтобы не затягивать на 25 минут. Слава Богу, все получилось. Очень хорошо, что все сложилось именно так. Потому что чем дольше затягивается поединок, тем больше вероятность получить травмы. Потом восстанавливаться долго. Хорошо, когда бои заканчиваются быстро, досрочно и в нашу пользу. Подобные турниры – это возможность для бойцов показать себя на весь мир. Огромный шанс, что тебя заметят и пригласят ведущие международные лиги. А это уже залог успешной карьеры в профессиональном спорте. Дмитрий Дроздов, Александр Антропов. День с толком. На этом у меня все. Очередной выпуск нашей программы. Смотрите завтра в это же время на канале Толк. Я же напомню, телефон редакции 205-545. Обязательно звоните. Ну а через несколько секунд о погоде – спонсор прогноза по традиции компании Валар. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok